Если ввести в поисковой строке фразу «Лондон хаус Саров», то интернет выдаст сразу несколько вариантов ответа. Это и группа ВКонтакте с указанием стоимости квадратных метров, и фотографии того, как будут выглядеть те самые дома, что на въезде в ТИС, по завершению строительства. Однако приобрести это жилье уже не удастся. Застройщики получили обвинение по статье «мошенничество в особо крупных размерах». То есть, течение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. Совершенные группы лист к предварительному сговору с использованием служебного положения, в особо крупном размере повлекшее за собой лишение права граждан на жилые помещения. Начиная с 2014 года, риэлторы повсеместно рекламировали жилой комплекс «Лондон хаус». На заманчивые предложения велись дольщики и вкладывали в строительство по несколько миллионов рублей. Общая сумма ущерба от деятельности риэлторов составила более 45 миллионов. Как оказалось, у собственников агентства недвижимости не было соответствующего разрешения на строительство. А участки на въезде в ТИС вообще не предназначены для постройки многоквартирного жилья. В прокуратуре ЗАТО города Саров в 2015 году проводилась общенадзорная проверка. При проведении данной проверки с гражданки, зарегистрированной в городе Саров, были взяты объяснения, в которых она под подпись заявляла, что ей доподлинно известно, что на данных участках земельных разрешена лишь индивидуальная жилая застройка. Стройка таунхаусов началась в 2015 году, а уже зимой 2016 встала. По мнению прокуроров, у супругов вообще не было цели достроить дома. Они лишь создавали видимость работ, понимая, что разрешения на данный вид строительства у них нет. Приговором Саровского городского суда Нижегородской области от 24 августа 2018 года подсудимые признаны виновными в совершении инкриминируемых им преступлений. Им назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы и 6 лет 6 месяцев лишения свободы, соответственно, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Оглашение приговора судом длилось 6 часов. В садейном супруги не раскаялись, свою вину не признали. Осужденные намерены обжаловать приговор. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.